Друзья, я вас приветствую, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева, и мы с вами, как обычно, встречаемся для того, чтобы понять, что происходит в стране, в мире, как это на нас с вами влияет, ну и, конечно же, найти ответ на главный вопрос, а что нам с этими знаниями и пониманиями делать. И вот как раз наши гости и эксперты, это люди, которые помогают нам искать ответы на эти сложнейшие вопросы. Игорь Яковенко сегодня у нас в гостях на Политеке, это журналист, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Я бы хотела начать наш с вами разговор в контексте Харькова и того, что там происходит. Эта ночь не стала, к моему большому сожалению, исключением. Харьков был атакован, был атакован, как обычно, и шахидами, и ракетами. Уже сообщают о том, что 6 людей это погибшие, есть множество пострадавших, есть разрушение жилых домов, цивильной инфраструктуры. Также была атакована Запорожье. Это была атака тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области и двумя крылатыми ракетами. Из самолетов стратегической авиации из Саратовской области ракета «Калибр» летела. Ну, в общем, и так далее. Харьков уже сидит без света, я не знаю сколько. В то же время, 4 апреля вышло интервью для издания «Политику» Андрея Ермака. Он является руководителем офиса президента. И он заявил о том, что масштабные российские удары по энергетике и украинским городам являются частью кампании России по подготовке к большому летнему наступлению. И также он заявил о том, что мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации. Считаем, что новое контрнаступление операций россиян могут начаться в конце мая, в начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы. И Ермак считает наиболее вероятной целью для главного удара Российской Федерации это Харьков. Но Блумберг, допустим, тот же писал о том, что да, Путин будет эскалировать, но вот сил и возможностей для того, чтобы, допустим, даже взять Харьков, у него нет. Какова тогда цель этого просто фактически террора, если там правильно оценивают ситуацию и понимают, что, допустим, взять Харьков им все-таки не удастся? Во-первых, я не уверен, что люди, которые принимают решения в России, правильно оценивают ситуацию. Пока в отношении этих людей, а это прежде всего Путин в конечном итоге, вот такие подозрения, мне кажется, подозрения, что он правильно оценивает ситуацию, они не оправдывались никогда. Вот, поэтому то, что он сейчас правильно оценивает ситуацию, я считаю, что это обвинение в адрес Путина совершенно беспочвенно. Он абсолютно находится в своем информационном коконе, значит, его представления о мире очень сильно отличаются от реальности. Поэтому там, ну там все, там убеждение, что нет никакой Украины, что это все Запад, а на Западе надо договариваться с Западом, что Украина вообще абсолютно бессубъектна. И поэтому, если запугать Запад ядерным Армагеддоном, то, значит, будет прекращена помощь, а сама по себе Украина вообще ничего из себя не представляет. Ну, примерно, примерно, это некоторая часть вот такого представления Путина о мире, исходя из которого он действительно считает, что надо уничтожать мирное население, надо идти на Харьков. Понятно, что вот это, это как бы и реализуется. Ну, помимо этого сейчас идет внутри России, так сказать, закручивание гаек, пытаются, пытаются, так сказать, через все каналы сейчас вызвать ненависть к Украине. Совершен вот этот вот теракт в Крокус-Сити для того, чтобы повесить эту, вину за этот теракт. У меня нет никаких сомнений в том, что в этом, помимо, безусловно, это ИГИЛ, но то, что, так сказать, во-первых, воспользовались этим терактом для того, чтобы возвести, что называется, террористический навет на Украину. И я думаю, что все-таки в этом, конечно, в самом организации теракта на каком-то этапе поучаствовали спецслужбы России. Вот, и все, все сейчас делается для того, чтобы разогнать ненависть к украинцам, причем речь идет уже не только о руководстве Украины, но и ко всем гражданам Украины, что их надо уничтожить и так далее. То есть это беснование в телевизоре, это еще одна часть плана. Для того, чтобы вот эти вот постоянные удары по Харькову, по другим городам, они не воспринимались населением как что-то неправильное. Для этого нужно расчеловечить, что там убивают ни мирных граждан, ни людей, которые, многие из которых говорят на том же языке, что и жители России. А что это, вот, некие нелюди, фашисты, нацисты, сатанисты и так далее. Вот, то есть это комплексная программа, программа по продолжению войны, по уничтожению Украины. На самом деле целью, конечно, является не Харьков и не только Харьков, целью является вся Украина. Вот, ничего не изменилось. Вот эти вот лукавые формулы деноцификация, демилитаризация, они означают уничтожение Украины. Просто уничтожение всех граждан Украины, тех, которые не хотят стать гражданами России. Вот, так что, в принципе, вот, я думаю, что попытки наступления будут, безусловно. Скажем так, я не уверен в том, что, значит, ну, мобилизация, она, собственно, идет. Это ползучая мобилизация, будет ли она объявлена, не будет объявлена. Это большого значения не имеет, хотя бы по той причине, что сейчас идет призыв. Призыв, это, конечно, не мобилизация, но 150 тысяч они попытаются призвать. Не знаю, удастся ли выполнить этот план, но близко к этому что-то будет. А почему я говорю, когда речь идет о мобилизации, я вспомнил о призыве. Потому что, я думаю, что значительная часть призывников через какое-то время будет подвержена давлению. Их будут склонять к тому, чтобы они подписали контракт. Ресурсы, когда человек попадает в армию, ресурсы сопротивления у него очень небольшие. И я думаю, что значительная часть мобилизованных через какое-то время окажется на фронте. Кроме того, сейчас идет усиленная мобилизация денежная. Потому что регионы сейчас конкурируют. То есть, Кремль обложил таким вот оброком регионы, которые изыскивают средства для того, чтобы платить. Чтобы люди, которые шли на эту войну, получали не 200 тысяч, а в разы больше. И сейчас идет конкуренция. Какой-то регион там платит мобилизованному 600 тысяч, какой-то 800. Да, вот, кстати, у меня есть эти данные. Я могу их даже озвучить. Это собрал один телеграм-канал. Значит, они вышли с таким заглавием. Регионы в погоне за новобранцами удваивают ставки выплаты за подписание контракта. Иногда доходит до миллиона рублей. Армию срочно пополнят на фоне сообщения о грядущем наступлении на Харьков. 11 регионов с начала года увеличили выплаты при заключении контракта. Подсчитали, значит, что по сообщениям региональных властей эти выплаты идут в дополнение к федеральным 195 тысячам рублей. Ростовская область за заключение контракта с 1 апреля обещают 700 тысяч рублей вместо 500. А с учетом федеральной доплаты новобранец получит 1,2 миллиона рублей. Краснодарский край увеличивает выплату с 1 апреля сразу вдвое. И с 1 апреля подписания контракта будут платить по миллиону рублей. С начала 2024 это уже третье повышение. В декабре платили 200 тысяч. Сразу вдвое с 200 до 400 тысяч рублей размер единовременной выплаты повысили в Иркутской области. Нижнегородские власти увеличили единоразовую выплату контрактникам до 500 тысяч. Аналогичная сумма с 1 марта предлагается контрактникам в Астраханской области. В феврале местные власти уже поднимали региональную выплату с 150 до 250. Но теперь удваивают ставку. Смоленские власти повысили размер выплаты с 200 до 255. Ярославские подняли с 210 до 310. Единовременную выплату с 305 до 400 тысяч рублей поднимали в Татарстане. Правда только для успевших подписать контракт до 25 марта. Повышали в Брянской области с 200 до 400. Челябинская с 75 до 225. Новосибирская со 100 до 205. С 400 до 450 повысили выплаты уголовникам. Это сообщил, кстати, Илья Яшин. Но эти все области, это все далеко. И насколько там все плохо с работой и деньгами, насколько реально по этим областям собрать то необходимое количество людей, которые пойдут умирать по факту. Ну, смотрите, во-первых, это совсем недалеко. Что такое далеко? От чего далеко? От Москвы. От Москвы? Ну, как, Ярославль от Москвы совсем недалеко. Значит, там Ростов, да, подальше. Но тоже, в общем, это не Дальний Восток. Значит, и в принципе, понимаете, в основном это те регионы, откуда не так много было. Потому что в основном, так сказать, шли дальние вот эти вот регионы. И не только дальние, а национальные республики, нищие регионы. Тыва, Бурятия, Северный Кавказ и так далее. И там действительно 200 тысяч, это были баснословные деньги, там зарплаты очень низкие и так далее. А вот эти вот регионы, о которых вы сейчас говорили, там дело обстоит немножко получше. И там действительно двумя стами тысячами довольно сложно было кого-то заманить. Поэтому оттуда не так много было. А сейчас на фоне местных зарплат действительно миллион, а в конечном итоге там по сумме получается, так сказать, миллион 800 тысяч. Вот это уже деньги достаточно существенные. Поэтому, конечно, задача ставится... То есть, фактически, эта армия становится, это так, аукционная армия становится армией наемников. И это принципиальная вещь. Да, таким образом они смогут... Я думаю, что вот генерал Севский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, говорил о том, что для наступления на Харьков оккупантам необходимо создать группировку в 100 тысяч. Только вот целенаправленное наступление на Харьков. Я думаю, что эта группировка будет создана. Здесь сомнений нет никаких. Потому что, ну, я еще раз говорю, призыв из призывников какое-то количество к лету сумеют, так сказать, обработать и заставить их... Ну, там, конечно, они должны пройти учебную часть, они должны пройти какие-то стрельбы, они должны пройти слаживание и так далее. Ну, в конце концов, так сказать, к лету, я думаю, что из призывников и плюс вот эти вот мобилизованные за деньги, вполне реально создать группировку в 100 тысяч на Харьков. Это реально. Но здесь другой вопрос. Здесь для успеха наступления необходимо, чтобы у Украины продолжался, так сказать, продолжался вот этот вот снарядный голод. Для этого нужно, чтобы не было никакой поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки и со стороны Европы. Вот что касается Соединенных Штатов Америки, то вероятность того, что вот этот вот отказ от помощи, сознательный отказ от помощи, который организует Дональд Трамп, я думаю, что он может продлиться и до лета, и вообще до выборов 4 ноября. Так что здесь рассчитывать не стоит. А вот что касается Европы, то помощь есть и помощь будет. И сомнение в том, что снарядный голод хотя бы частично будет утолен инициативой чешского президента Петра Павла, который уже нашел миллион снарядов и уже нашел деньги для того, чтобы их отправить в Украину. Я думаю, что и с вооружением тоже будет нормально. Ну, а что касается такое достаточно эффективное западное оружие, как самолеты F-16, то как раз к лету они будут. Правда, насколько, какого количества, это самый главный вопрос. Но они, безусловно, будут. Ну, и к тому же есть еще важное направление. То есть, понимаете, безусловно, если принять за основу только действия Кремля, что вот наступление там на Харьков, мобилизация и так далее, если при этом не учитывать, не считать, что Украина будет просто парализована и ничего не будет делать, то, конечно, да, тогда все, тогда, так сказать, действительно поражение Украины неизбежно. Но у Украины есть контрдействие, контригра, причем довольно серьезное. Сейчас уничтожаются на наших глазах, наносятся удары по нефтеперерабатывающим заводам. И это очень, это одно из самых главных направлений, потому что, в общем-то, можно, конечно, набрать и миллион человек, но если не будет топлива, если все вот эти вот российские, российская бронированная армада превратится просто в груды железа, и их придется там переводить на конскую тягу, то, так сказать, то же самое касается и самолетов, и танков, и бронетранспортеров, да вообще автомобилей, без которых на фронте невозможно, и все эти люди превратятся в средневековую, так сказать, такую, даже в допотопную орду дикарей, которые, так сказать, вооружены просто стрельковым оружием, то тогда, конечно, никакого наступления не будет. И в этом направлении Украина достаточно эффективно работает. Плюс уничтожение аэродромов, уничтожение авиации, плюс удары по металлургическим заводам, Северсталь, значит, Новолипецкий металлургический завод и так далее. То есть Украина действует сейчас, ну, таким вот асимметричным, асимметричными ударами. То есть Украина не занимается уничтожением мирных граждан, разрушением жилых домов, а подрывает военный потенциал России. Поэтому, в общем, это же такая, это, что называется, такая асимметричная война, которую стороны ведут, каждый использует свой потенциал. Россия, конечно, использует огромное преимущество в численности населения, огромное преимущество в территории, огромное преимущество в экономическом потенциале, в военном, в потенциале бронетехники, самолетов и так далее. Но Украина пользуется тем, что она умеет. Она создала уже довольно серьезную военную промышленность, в частности, производство дронов и уничтожение, скажем, Черноморского флота. Сейчас можно говорить, что нет у России больше Черноморского флота, производится именно благодаря ударам собственной техники, которая создана украинской военной промышленности. Так что вот идет такая асимметричная война, в которой каждая сторона использует свой потенциал. Ну и последнее, что я могу сказать, что, конечно, основное преимущество, помимо перечисленного, основное преимущество Украины заключается в том, что ее поддерживает весь цивилизованный мир. Да, проблема с, так сказать, американской частью этого мира известна, очевидно, мы с вами об этом уже только что сказали, но Европа на стороне Украины, и в Европу сейчас перемещается центр цивилизованного мира. То есть в силу известных событий Соединенные Штаты Америки, в общем-то, освободили эту вакансию, вакансию главного защитника свободного мира. Но Европа сейчас собирается силами для того, чтобы занять эту вакансию. И вот то, что говорит Макрон, и то, что в данном случае руководство Финляндии, например, поддерживает, руководство Швеции поддерживает, Великобритания, Польша, это вот тот европейский кулак, который собирается для серьезного ответа. И, в принципе, если брать вооружение, то, так сказать, там те же самые самолеты, французские, британские, шведские, это как раз тот ресурс, который может не только сорвать это наступление, готовящееся, но и перевести, так сказать, войну в такую достаточно очевидную победную фазу. Опять-таки, я сейчас говорю о потенциале. На сегодняшний момент то, что говорит Макрон и то, что поддержано рядом европейских политиков, еще не стало действиями. Это пока слова. Но, знаете, сначала было слово, как известно. Вот как раз о уроне и о том, что Украина действительно не стоит на месте и не заморожена и не ждет чего-то там. Атака дронов на аэродромы Российской Федерации. Россия могла потерять 5% всех Ту-95. Об этом сообщает Институт исследования войны. Они говорят следующее. В случае подтверждения информации украинских СМИ некоторых о серьезных повреждениях трех стратегических бомбардировщиков Ту-95 на Росаэродроме Энгельс-2 во время атаки дронов в ночь на 5 апреля можно будет утверждать, что Россия лишилась около 5% этих самолетов, что является заметной потерей. До этого вы также упомянули и были удары по НПЗ. По некоторым данным, это было около 14% переработки. Это увеличивалось с каждым разом, когда наносились удары. Эти истории, они доносятся Путину в Кремль и так далее. То есть он понимает, какие потери, допустим, несет Российская Федерация. Перед этим были сушки уничтожены также, которых там вообще в принципе не очень много. Я так понимаю, что именно эти сушки есть носителями этих тяжелых ракет, которые запускаются по Украине. Насколько мы можем рассчитывать о том, что Путин знает, как уничтожаются аэродромы, НПЗ и тому подобное? Ну, конечно, конечно, что-то ему докладывают, что-то он знает, но это не имеет никакого значения. Ну, во-первых, я просто хотел бы все-таки остаться, ну, не превращать нашу беседу в такую пропаганду и не говорить, что враг уже разбит, бежит и так далее. Нет, не разбит и не бежит. Потому что нужно конкретно говорить о каких-то конкретных вещах и их последствиях. Ну, смотрите, успехи Украины, уничтожение Черноморского флота, большой успех. Это фактически означает, что с моря угрозы южным городам Украины, таким как Одесса, Николаев, этой угрозы больше нет. То есть уничтожение десантных кораблей, то, что будет несколько уменьшено количество атак с палуб российских кораблей, это тоже важное достижение. То есть вот здесь достижение, я бы сказал, очень серьезное, и это важный успех. Теперь, что касается НПЗ. НПЗ это, может быть, самое главное направление ударов, но здесь надо просто тоже зафиксировать, что, в принципе, вот эти вот объекты нефтепереработки, они восстанавливаются. То есть там нет, понимаете, это не металлургия. То есть если удары по металлургическим заводам, например, если выведены из строя ДОМНО, то ее восстановить почти невозможно. Это сначала надо строить. Что касается НПЗ, то восстановить установку, ну это какое-то время. То есть это на какое-то время затормаживает производство продуктов нефтепереработки. Но не навсегда. Поэтому здесь не надо тоже думать, что вот считать так, что вот 14% потеряли, все, это безвозвратно. Нет. Восстановить. Это время. Значит, что касается самолетов, то здесь серьезнее, потому что произвести новые самолеты, это уже отдельная история. Это уже, так сказать, время сопоставимое с продолжительностью войны. Поэтому здесь вот в разных сегментах этих ударов последствия различны. Но они, безусловно, они вот все в совокупности, это влияет на военный потенциал России. Значит, и последнее, что касается вашего вопроса, докладывают Путину или нет? Ну, конечно, докладывают. Какое на него, еще раз подчеркиваю, для него, ну, во-первых, как докладывают, это отдельный вопрос, потому что российская трактовка того, что происходит, очень сильно отличается от украинской. И информация подобного рода, она является инструментами информационной войны. То есть, я думаю, что вполне возможно, что то, что докладывается Путину, не совсем соответствует действительности. Ну, мы знаем, как в информационном поле инструментами вот этих вот информационных ударов становятся потери, цифры потерь. Да, то есть, если верить генералу Канашенкову, то там уничтожено уже, я не знаю, сто пятьсот миллионов украинских солдат, так сказать, там миллиард хаймерсов и огромное количество украинской бронетехники, вернее, западной бронетехники. То есть, судя по докладам генерала Канашенкова, если все суммировать, то украинская армия была не только, она была в совокупности больше всех армий на планете Земля, включая китайскую и российскую. Вот, поэтому, что там докладывает Путин, я, конечно, не знаю, но я не думаю, что это хоть как-то, хоть на секунду остановят путинские планы по уничтожению Украины. В то же время заметила интересную историю о том, что Соловьев, пропагандист, небезызвестный, к сожалению, признал, что у украинцев нет проблем с людьми и FPV-дронами. Он сетует на то, что в вооруженных силах Украины достаточно людей, море FPV-дронов, есть снаряды. Он заявил, что радоваться, расслабляться россиянам еще очень рано. Я не вижу у врагов ни проблем с людьми, то есть людей много, они закидывают море в FPV, снаряды тоже есть, может не столько, сколько они бы хотели, они хамят, работают и фронтовой авиацией. Мы видели эти проявления на белгородском направлении, то есть всем здесь, кто кричит, что уже все и чепчики в воздух бросают, я бы советовала им всем немного привести себя в сознание. А кто Соловьеву разрешил выступать с такими заявлениями? И вот Гиркин тоже в свое время очень много выступал о том, что мало, надо еще поддать, и он плохо закончил. Нет, ну здесь разница, конечно, огромная. Гиркин выступал с критикой, с жесткой критикой руководства России, военного, политического. Гиркин, это такая имперская, нацистская правдоматка. То есть он такой правдоруб, он выступал очень жестко с критикой, и до какого-то момента, то есть, понимаете, тут есть определенная грань. Соловьев, в данном случае, кто разрешил? Соловьев давным-давно действует в рамках разрешенного, в рамках дозволенного, и какая-то безличностная, опять-таки, без перехода на, то есть, называть в качестве объекта критики Путина, это, безусловно, так сказать, сразу же переход на сторону врага, то есть, это табуировано. А вот, так сказать, призывы, критика за недостаточную жесткость, за недостаточное людоедство, за то, что до сих пор не бросили там тактическую, а может быть, даже не тактическую атомную бомбу на Харьков, на Киев, на Брюссель, на Лондон, и так далее, это сколько угодно. Это, это, пожалуйста, это всегда было дозволено. Это такая политика, которая, заключается в том, чтобы, ну, во-первых, тайные мысли Кремля, они озвучивались именно здесь, в телевизоре, а второе, это, чтобы на фоне, там, Соловьева, Симоньян, и так далее, и прочих нелюдей, чтобы Путин казался вот таким вот умеренным европейцем. То есть, это, это давнишняя тактика, так сказать, вот есть свора бешеных, на фоне которых Путин периодически, так сказать, даже иногда их одергивает, там, может быть, в каких-то отдельных случаях, ну, чтобы он выглядел таким вполне приличным человеком. Вот, но здесь, сейчас, если говорить о том, что какие-то небольшие сдвиги, которые произошли в российском телевизоре, в российской пропаганде, то это уже переход от обвинений, от расчеловечивания руководства Украины, это было всегда. То есть, нацисты, говорили, захватили, так сказать, власть в Украине, и так далее. Вот, а сейчас речь идет о расчеловечивании всех украинцев, то есть, все граждане Украины, это сатанисты, это нацисты, их всех надо уничтожить, всех. То есть, причем, появился такой термин, как раз после теракта, а теракт, как раз, является инструментом, явился инструментом, так сказать, вот этого кровавого навета на Украину, и это вот, ну это прямо, прямо, так сказать, прямая аналогия к, значит, к антисемитизму, который разжигался в Европе и во всех странах мира на протяжении тысячелетий. Кровавый навет. И вот, такой кровавый навет на Украину, он как раз, очень сильно активизировался, и сконцентрировался после, после теракта в Крокусе. И сейчас речь идет, сейчас появился такой термин, не братья. То есть, если раньше, до этого, так сказать, постоянно говорилось о том, что братский народ, который захвачен нацистами, то сейчас уже этого нет. Сейчас уже не братья, прямо так вот, одно слово с маленькой буквы, это как раз тот термин, который используется для расчеловечивания. И речь идет о том, что нужно уничтожить. Если раньше говорилось о том, что надо освободить братский украинский народ от нацистов, нет, сейчас уже этого нет. Никого нет, чего освобождать не надо. Надо освободить Украину от украинцев. То есть, уничтожить всех украинцев. Вот примерно такая трансформация. Ну, она, так сказать, она давно готовилась, и частично она была до теракта, но сейчас это уже откровенно совершенно всех уничтожит. То есть, не то, чтобы там, значит, уничтожить верхушку, а уничтожить всех. Просто, это, на самом деле, с одной стороны, подготовка к этому наступлению, это идеологическое такое оправдание и объяснение, почему уничтожаются, сносятся жилые кварталы в Харькове, а почему уничтожаются мирные населения, почему каждый день мирные жители гибнут. Вот как раз эта идея, что не надо разбирать, кто там мирный, кто там военный, уничтожать надо всех, потому что они все сатанисты, они все виноваты. Это концентрировано, все это, ну, может быть, в наибольшей степени у Соловьева, есть большие ресурсы медийные, у Маргариты Симоньян, которые тоже на это работают, есть Царьград, ну, в общем, короче говоря, федеральные каналы, практически все, то есть, это, на самом деле, концентрированная такая пропаганда ненависти уже ко всем украинцам, без исключения. Надо сказать, что вообще какого-то большого успеха в этом плане достичь не удалось, то есть, войну-то, в общем, многие поддерживают, но вот ненависть именно такая вот этническая к украинцам, ее пока не удалось создать, потому что, ну, в общем, в основном как-то россияне привыкли ненавидеть, или не любить, или ненавидеть, значит, выходцев с Кавказа, значит, там, таджиков, киргизов, мигрантов, да, здесь эту ненависть легко разжечь, потому что, ну, это, как бы, знаменитая вот эта вот формула другой, внешне не похожий на нас, говорящий на другом языке и так далее. С украинцами это тяжело идет пока, потому что внешне различить украинца от русского вообще невозможно, подавляющее большинство украинцев, особенно тех, с кем сталкиваются россияне, говорят на русском языке, ну, поэтому пока не получается, но в этом направлении идет очень серьезная работа, так что, вот, так сказать, такой вот антиукраинский нацизм, он зреет. Еще раз говорю, пока, пока получается, идет эта работа тяжело, уж очень трудная задача, но они, они вкладываются большие деньги, надеются на то, что в конечном итоге им удастся поджечь вот этот вот пожар. Они стараются изо всех сил. Мы с вами в преддверии так называемых выборов обсуждали, а признает ли мир Путина, признают ли эти выборы, и как такового признания, конечно же, не прозвучало, там максимум заявили о том, что будем работать с чем есть, хотя эти выборы выборами назвать нельзя, но вот интересно посмотреть и проанализировать, как в западных СМИ начали называть Путина. Значит, его называют тиран, деспот, диктатор, безумный Влад, и, значит, если, ну, понятно, в большинстве своем это издание газеты Европейского Союза, значит, кремлевский тиран выступает с речью, так подписана фотография Путина на страницах немецкого Bild. Они используют разные синонимы, они говорят диктатор, тиран, и они практически перестали использовать слово президент. термин диктатор употребляет британская газета The Telegraph, таблоид The Sun называет Путина параноиком, сумасшедшим деспотом, безумным Владом, отсылая к аналогии Дракулы, критикует руководство за попытки привязать это все к Украине, имеется ввиду Крокус Холл, и за пытки задержанных, и, конечно же, упоминает журналиста Эвана Гришковича, который уже год находится в СИЗО просто как заложник по факту. Называют не президентом, но главой Кремля, значит, кремлевский лидер, просто говорят, Владимир Путин, подписана так фотография в заметке немецкого издания, и они перестали называть Путина президентом, именуют его только глава Кремля. Похожим образом характеризуют Путина Франкфуртер, они говорят лидер или шеф Кремля, эту терминологию стали использовать и другие немецкие издания Шпигель, Вельт, они говорят о том, что это фарс, а не президентские выборы, и говорят на Путина лидер Кремля, отпраздновал свою победу и так далее. И французские газеты Le Monde, Liberation также называют Путина просто Путин, и все. значит ли это, что Европа не признает Путина как президента, что эти выборы не признаны, и что Путина в дальнейшем и в дипломатических отношениях ждет судьба Лукашенко, которого тоже называют просто господин Лукашенко, либо же не признанный президент Беларуси. Вы знаете, здесь как бы это важное наблюдение, тот анализ, который вы сделали, он очень важен, но это касается медийной сферы, это касается общественного сознания, попытки в общественном сознании просто внедрить идею, что или как бы просветить общественное сознание, что никаких выборов не было, что Путин незаконен, самозванец и узурбатор. Это важно. Но принципиальная важность здесь в том, насколько это коснется межгосударственных отношений. То есть, условно говоря, будут ли все-таки избегать контактов с Путиным. Вообще, на самом деле, даже если Путин будет признан официально, так сказать, назван диктатором, ну, собственно говоря, его уже называют, и тот же Баймонт называет его убийцей и так далее. Даже в этом случае, даже с террористами ведут переговоры, как известно, при необходимости. Поэтому здесь, знаете, как называть можно как угодно, как говорится, хоть горшком, только в печку не ставь, но вот какие-то реально практические последствия были. По-прежнему, во-первых, кто называет, все-таки называет, я сейчас все-таки хочу не то, чтобы уменьшить значимость того, что вы сказали, но как бы эту значимость поставить на определенную полочку, потому что все-таки мир не ограничивается евроатлантической странами евроатлантической цивилизации. Вы сейчас привели в качестве примера, все ваши примеры, они касаются европейских СМИ. Это важно. окно в Европу Путин заколотил уже основательно, поэтому здесь, что называется, Европа для Путина потеряна. Но есть огромный мир, есть то, что называется глобальный юг, есть вот это глубинное человечество, которое намного больше Запада. и по численности страны, по численности населения, никто в китайской прессе, никто в арабской прессе, не в прессе мусульманских стран. Понимаете, ну давайте считать, в целом евроатлантический мир, это меньше 20% населения. есть гигантский мусульманский мир, 45 стран, 2 миллиона, почти 2 миллиона человек, есть Китай, есть Индия, которые в совокупности тоже составляют чуть ли не половину населения Земли. И здесь везде Путина воспринимают как президента, с ним встречаются, с ним разговаривают. Поэтому значимость вот этого неприятия в Европе, и в целом евроатлантической цивилизации, она важна, очень важна, но она не является чем-то роковым для Путина. Это же касается и экономики, понимаете. Ну вот сейчас да, действительно очень серьезно Путин теряет на продаже энергоносителей на Запад, очень серьезно. И введена предельная цена на покупку энергоносителей, там на паковке нефти 60 долларов за баррель. Но тем не менее средняя цена продажи, ну вот я на сегодня не смотрел еще с утра, но средняя цена последние дни продажи российской нефтяной смеси, основной продукт, который продается, значит, это 80 долларов. Понимаете? Россия совершенно спокойно обходит эти санкции, потому что основными покупателями становятся Китай и Индия. Поэтому еще раз, вот слова, они, конечно, имеют значение. И мы с вами, Анастасия, как люди, для которых слово главное оружие, конечно, придаем этому значение, и это правильно. но слова это все-таки слова. Есть экономика и экономика России не в клочья, прямо скажем. Поэтому здесь надо оставаться на позиции реальности и понимать, что можно, конечно, и совершенно справедливо называть Путина диктатором, кремлевским тираном, сколько угодно, но Путину в своем, в его этом самом бункере от этого ни холодно, ни жарко. Да, к сожалению, тут я с вами согласна. В то же время Европа все чаще в голос и публично говорит о попытках России так или иначе дестабилизировать или спровоцировать какие-то ситуации. Допустим, Чехия говорит о том, что Россия пытается устроить диверсии на железных дорогах Европы. Там заявили, что Россия осуществила тысячи попыток вмешательства в работу европейских железнодорожных сетей в рамках кампаний по дестабилизации Европейского Союза и попыток диверсии на объектах критической инфраструктуры. Об этом в интервью Financial Times заявил министр транспорта Чехии Мартин Кубка. Он подозревает РФ в тысячах попыток ослабить нашу систему с помощью кибератак с тех пор, как глава Кремля Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 22-го года. Макрон не так давно заявил о том, что у него нет сомнений, что Россия попытается что-то сделать в рамках Олимпиады 24-го года, которая будет проходить летом в Париже. Я так понимаю, что это все ответки кремляну Чехии за то, что они проявили инициативу очевидно и с этим вооружением и так далее. Макрону за то, что он также выступал за введение войск. Реализуется ли это на практике? Действительно ли Путин может дойти до того уровня безумия и спровоцировать какой-то теракт даже под чужим флагом во время Олимпиады или же вывести из строя железную дорогу Европы или Чехии конкретно? То, что Олимпиада находится в зоне риска, французская находящаяся на территории Франции находится в зоне риска, это очевидно. Источники угроз безусловно это все террористические организации планеты. Главой террористического интернационала является безусловно Путин. Это очевидно. Но в этом террористическом интернационале есть противоречия известные так сказать и поэтому есть определенная конкуренция кто будет организовывать этот теракт. Это может быть ИГИЛ и я не думаю что ИГИЛ совершенно спокойно будет смотреть на проведение французской олимпиады потому что для ИГИЛ враг не только России не только Путин но и Франция тоже потому что так сказать счет счет вообще в целом к европейским странам Германии к Великобритании к Франции к Соединенным Штатам Америки у ИГИЛ не меньше чем счет к путинской России поэтому вполне возможно что теракты будут и со стороны ИГИЛ но и со стороны террористического интернационала который возглавляет Путин вполне вполне реально так что кто и в какой последовательности будет наносить террористические удары посмотрим но очевидно что сейчас нагрузка на службу безопасности Франции огромная это ну это ну будем смотреть будем надеяться что все-таки далеко не все теракты заканчиваются успехом надеемся что в этот раз судьба не будет благословна к террористам А вписывается ли в эту концепцию и скажем в предстоящие вот эти вот теракты о которых предупреждают европейцы то что приглашен талибан в Казани если я правильно понимаю на вот эту вот конференцию исламскую более того появляются сообщения в СМИ что в России есть намерение вывести талибан из статуса террористической организации ну в общем такую вот дружбу получить от этой террористической организации дружба уже есть она есть давно то есть на самом деле я же вот говорил когда я говорил террористический интернационал который возглавляет Путин то ну вот кроме пожалуй кроме ИГИЛ туда входят все то есть ИГИЛ конечно туда не входит ИГИЛ противостоит террористическому интернационалу но все остальные и и Хамас и Хизбалай и Йеменские хуситы и Иран как так сказать родоначальник и такая матка которая производит все эти террористическая матка которая рождает все эти многие по крайней мере не все но многие террористические организации и Талибан безусловно Талибан это союзник союзник путинского режима очевидный совершенно и там отношения уже достаточно прочные становившиеся ну и в целом здесь я бы сказал такое террористическое братство оно давно установлено вот это вот досадное досадное недоразумение в виде того что Талибан считается на территории России террористической организацией это конечно несуразность потому что когда министр иностранных дел Лавров встречается с главарями Талибана и все знают что Талибан одновременно является на территории России террористической организацией это выглядит довольно странно Потому что это не переговоры по освобождению заложников, которые допустимо вести с террористами, а это вот какие-то серьезные дипломатические отношения, дружеские, вполне себе, так сказать, такие вот, ну, как бы легитимные. Поэтому это недоразумение, конечно же, будет устранено. И отношения с Талибаном вполне союзнические. Вот, другое дело, что на территории Афганистана в это же самое время существует ячейка Аль-Каиды, вот это вот, значит, Харасан, который, ну, просто Афганистан это очень специфическая страна, и там вот в горных районах, так сказать, собственно говоря, ИГИЛ и обосновался. Вот, и ничего с ним сделать пока Талибан не может. Ну, вот, такие вот сложные отношения в этом террористическом мире. В то же время постоянно появляются сообщения о том, что Россия расширяет свое влияние в Африке. Генерал Бундесвера недавно об этом заявил. Также появляются сообщения о том, что Россия вербует украинцев на временно оккупированных территориях для того, чтобы отправляться, для войны в Африке. Они пишут сообщения о том, что есть работа не только на войне, но еще и по добыче там чего-то там для каких-то работ. И вот, допустим, издание «Верстка» публикует то, что за последний месяц появилось как минимум 18 сообщений о стартовавшем наборе. Это речь идет не конкретно о оккупированных территориях, а в принципе о наборе. ЧВК «Вагнер» проводит вот эту вот вербовку, скажем так, под руководством нового командира Антона Елизарова. Они отправляют, значит, наемников на дальние направления в страны Африки. За последний месяц официальный телеграм-канал «Вагнера» по трудоустройству опубликовал порядка 18 сообщений о стартовавшем наборе. Речь шла о Мали, о Буркина-Фасо, Нигер, если я правильно понимаю. Некоторые эксперты даже высказывали мнение о том, что, во-первых, это ответка Макрону и попытка вывести полностью европейское влияние с Африки, завоевать эти территории таким образом, плюс, конечно же, это алмазы, это отмывание денег олигархов, но и создание некого такого пояса влияния. Как вы объясняете вот эти такие ярые попытки, очень активные в последнее время, именно внедриться в Африку, в африканские страны? Знаете, единственное, что у меня вызывает некоторые сомнения из того, что вы сказали, что это ответка Макрону. Поскольку ЧВК Вагнер, а сейчас очевидно, что ЧВК Вагнер окончательно приручили, что называется, после показательной казни Пригожина ЧВК Вагнер перестала быть структурой, которая в какой-то степени оппонирует Кремлю. И сегодня, да, сменили руководство, так сказать, все хорошо, все здорово, уже никто не пытается отомстить за, значит, и за Уткина, и за казненную публично, и за Пригожина, там у них все хорошо. Вот. Это было всегда, то есть где-то порядка 35 стран, 30 с лишним стран, находятся под, так или иначе, под щупальцами ЧВК Вагнер, они там либо напрямую находятся, либо пытаются находиться. То есть, на самом деле, ну, в основном это, конечно, и Центральная Азиатская Республика, это и Мали, ну, в общем, там, где есть достаточно богатая земля, богатые недра, и есть чем поживиться. И они там были всегда. И я бы даже в какой-то степени думаю, что может быть обратная ситуация. Я думаю, что вот эта вот жесткая, ожесточенная позиция Макрона, конечно, она связана и с тем, и с определенными амбициями французского лидера, что поскольку он почувствовал, и все понимают, что Соединенные Штаты Америки уходят, освобождают вакансию лидера свободного мира, и она сейчас явно перемещается в Европу. И вот Макрон, безусловно, так сказать, использует этот момент для того, чтобы обозначить лидерство Франции. Это, безусловно, присутствует в его риторике. Но в какой-то степени ожесточенная, так сказать, борьба за ресурсы Западной Африки, она, конечно, стала одной из многих причин вот этого плана Макрона, который, так сказать, сегодня противостоит России. Поэтому я думаю, что именно такая последовательность. Сначала изначальное противостояние в Африке с этими самыми российскими прокси, а потом уже вот этот план Макрона. Так что тут причинно-следственная связь, на мой взгляд, обратная. А в целом это понятно, что, так сказать, для Путина очень важно, во-первых, это экономически очень выгодное предприятие, там огромный поток денег из фактически бесконтрольно использованных ресурсов стран Западной Африки. А второе, это, безусловно, влияние на страны и вот эта работа с глобальным югом, который Путин реализует, в противовес евроатлантической цивилизации. То есть все эти страны будут голосовать за, в поддержку путинского режима на той же Генеральной Ассамблее ООН, на самых разных конференциях. Потому что, ну, здесь, когда, еще раз, мы находимся вот в такой, что называется, парадигме евроцентрического мира. Вот, то есть у нас с вами, Анастасия, в этом смысле не то чтобы шора на глазах, но надо признать, что мы находимся в определенной позиции, медийной, да, и мы, как бы, рассматриваем мир евроцентрический, европоцентрический. Вот, и это понятно, это объяснимо, это, может быть, и правильно, но мы понимаем, что не надо сбивать, сбивать, так сказать, фокус, фокус рассмотрения, что мир намного больше, чем только Европа. И, конечно, вот Путин, поскольку он закрыл эту форточку в Европу окончательно, ну, по крайней мере, окончательно, до, в пределах своего правления, то для него осталась свободна Китай, Индия, Африка, Латинская Америка. То есть, значительная, значительная часть мира, пока доступна его влияние. И ЧВК-Вагнер, это один из инструментов такого влияния. Телеграм-канал «Можем объяснить» опубликовал информацию о том, что благотворительный фонд Кабаевой получил от неизвестных меценатов больше 3,5 миллиардов рублей, но потратила она их не на благотворительность, а на помощь РПЦ в Крыму и свое шоу. Они проанализировали, значит, пожертвования в 2023 году, выяснили и изучили финансовую отчетность. И я сейчас цитирую, до этого любовницы Путина никогда не жертвовали столько денег. В 2022 фонд Кабаевой получил всего 217 миллионов, а в довоенное время вообще не получал средств от меценатов. Кто именно жертвует, не раскрывается. Несмотря на гигантские пожертвования, фонд практически не увеличил траты на саму благотворительность. В 2023 на нее потратил 31 миллион. Деньги пошли не детям или ветеранам, а феодосийской епархии. Их потратят на реставрацию церкви Стефана, которая расположена в Генуэзской крепости в оккупированном Крыму. И Кабаева не нуждается в деньгах. Ее семья владеет имуществом более 10 миллиардов рублей. Ну и еще деньги пошли на проведение фестиваля по художественной гимнастике. Вопрос, зачем Кабаеву заливают деньгами? Чего уже ей так скучно стало, что ей уже столько денег дали? Говорят, на тебе и шоу делай, и реставрации. Только не что. Нет, ну, вы знаете, вдаваться глубоко слишком во внутренний мир Кабаева, зачем ей столько денег, мне, откровенно говоря, как-то не очень интересно. Да, то есть, это персонаж, в общем-то, достаточно примитивный, понятный и, в общем, не заслуживающий какого-то внимания. Здесь, в целом, то, о чем вы говорите, это небольшая часть более широкой проблемы. Даже не проблема широкого такого спектра, который, в целом, можно назвать непотизм путинского режима. То есть, любой диктатор порождает непотизм или кумовство, или, так сказать, продвижение своих и поддержку своих. Ну, в данном случае, Кабаева – это одна из многих, ну, может быть, я не знаю, главная любовница Путина, на содержание которой уходят миллиарды. Помимо того, что она еще и возглавляет один из трех крупнейших, значит, медиахолдингов России, там является, там, председателем Совета. Ну, в общем, короче говоря, не даст Путин ей пропасть и умереть в нищете. Это понятно. Вот, но есть и другие стороны этого проявления, этого непотизма. Вот сейчас, вот я не знаю, на сегодняшний момент завершилось вхождение в должность председателя Верховного Суда бывшей однокашнице Путина. То есть, там дама, которая вообще ничем другим не отличается, кроме того, что она закончила Ленинградский, юрфак Ленинградского университета в одно время с Путиным. То есть, являлась его однокашницей. Вот она становится председателем Верховного Суда. Ну, понятно, что да, ну, просто предыдущий председатель умер, и вот выбор преемника, он остановился на, в результате выбора преемника, остановились почему-то на однокашнице Путина. Вот еще одно проявление, одно из многих проявлений непотизма или вот этого кумовства продвижения своих для Путина. То есть, верховные должности занимают либо люди, которые когда-то учились с Путиным, либо те, кто помогал ему воровать в период его пребывания в Собчаковской питерской мэрии, либо это выходцы из ФСБ, которые с ним служили. То есть, вот в основном такого рода, либо это люди, которые были в том самом бандформировании, изначально из которого произошел Путин, речь идет вот об этой группировке организованной спортивности, которую крышевали бандиты. То есть, на самом деле, это, что называется, режим для своих. Ну, или мафия. На самом деле, мафиозный характер этого режима, он включает в себя и вот такие вот вещи, как непотизм. В то же время, напоследок, не могу не спросить вас как раз-таки о решении Верховного Суда России. Там запретили букву L латинскую, ну, то есть, вот такую. С марта 23-го года запрещена в России эта буква L, так как считается символом Легиона Свободы России, который суд признал террористической организацией. Это следует из решения Верховного Суда о запрете деятельности Легиона. Цитата следующая. Для самоидентификации Легионом используется символика в виде латинской буквы L и бело-синий флаг, а также эмблема на черном щите, выделенный белым сжатый кулак и слова Свобода России, исполненные в белом и синим цветах, говорится, в решении. И эта символика, согласно решению суда, запрещена. Но в то же время мы видели, что латинские буквы V и Z это вот символика как раз-таки оккупационных войск. Что за вот эта мулька с символикой, с буквами? Их аж трясет вот на эти все какие-то сакральные буквы. Откуда это вообще пошло? Что за советник Путина определяет или это он сам определяет после того, как в оленьих рогах искупался, какие буквы можно, какие нельзя? Ну, это, вы знаете, это как бы проблема деградации путинской обслуги. Да, действительно, мы это видим не только вот на этой, на этом, так сказать, буквенной такой патологии, но и по выступлениям Путина, когда явно, что спичрайтеры уже другого уровня. То есть, прошли те времена, когда Путина, путинские Кремли вообще в целом обслуживали такие люди, как Павловский, бывший диссидент, или там Белковский, так сказать, который сегодня, так сказать, вот выступает часто на украинских каналах. Это люди яркие, небесталанные, и они были способны рождать действительно какие-то оригинальные идеи, и, в общем-то, помогать путинскому режиму внешне выглядеть достаточно пристойно. Ну, а сейчас, сейчас вот действительно какие-то совершенно серые, невзрачные, невыразительные люди, вот они способны только, только воевать с буквами. То есть, вообще, латинский алфавит, как предмет, предмет, так сказать, какого-то магического воздействия воздействия на сознание, это, конечно, это, конечно, круто. То есть, ну, что называется, это мышей. То есть, на самом деле, деградация. Очень многие, на самом деле, не только то, что там Павловский умер, а Белковский, так сказать, сейчас на другой стороне, находится не только это, но и в значительной степени очень многие бывшие, так сказать, слуги режима, бывшие Хэллуи режима, они просто вовремя сообразили, что корабль-то тонет и уехали. Ну, наиболее яркий представитель такой вот обслуги режима, который уехал и сейчас находится за рубежом, прекрасно себя чувствует, это Анатолий Чубайс. Ну, вот, просто вовремя люди поняли, что, в общем, с этим уже надо заканчивать, этот корабль тонет, ну, тонет медленно, но тем не менее верно. Поэтому надо как-то перескакивать и, в общем, и я, ну, просто Анатолий Борис Чубайс это очень известная, яркая фигура, вот, а фигуры поменьше, в том числе из администрации президента, они тоже разбегаются. Там была статистика, я сейчас перед нашей с вами, перед нашей беседой не смотрел, но там даже была статистика, сколько человек из аппарата правительства уехало, там, из правительства региональных субъектов Российской Федерации. Отток довольно серьезный. То есть, люди, которые поумнее и те, кто не совершил лично каких-то преступлений, просто лично, которые как бы не на которые нельзя закрыть глаза, они, в общем-то, уезжают. И это сказывается. Это определенная деградация того, что иногда ошибочно называются элитой путинской России. Она проявляется в том числе и в таких идиотских решениях, как такое вот преследование, как борьба с буквами латинского алфавита. Да, борьба с буквами это весьма интересная затея на России. Ну, посмотрим, чем это закончится. Спасибо вам большое за разговор. Игорь Яковенко был сегодня у нас в гостях на Политеке. Друзья, я благодарю вас за то, что вы с нами. Обязательно подпишитесь, если вдруг этого еще не сделали. И мы с вами увидимся в наших следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева, а вы себя, пожалуйста, берегите. Анастасия Гусарева, анастасия Гусарева, анастасия Гусарева,